Доброе утро, дорогие радиослушатели, и, конечно же, которые трансформировались буквально секунду назад в телезрителей канала САХА-24 в эфире национальной общательной кампании рубрика «Якутск сегодня», традиционная рубрика «Якутск сегодня», в которой речь идёт о городских проблемах, о городских актуальных, скажем так, вопросах и куда актуальнее становится сделанная... Ну, получается, что единственная кампания, которая остаётся в республиканском подчинении, доблестная кампания «Сахатранснефтегаз» стала ньюсмейкером данного события. На прошлой неделе состоялось первое, можно сказать, отключение газа в многоквартирных домах из запланированных 400 домов. Поэтому давайте по тему назовём сегодня у нас в квартире газ, которого нет. То есть сейчас люди идут на какие-то... Дело в том, что в отключенном доме 8.2 проживает огромное количество наших коллег, которые в различных СМИ работают, и оттуда идут сигналы. Значит, кто подключает китайскую горелку, кто на обычной проводке мастырит электроплитку, что чревато тоже, да. И газовики, в свою очередь, конечно же, упирают на нормы безопасности, которые существуют. И подстегнули, я просто, скажем так, к гадалке не ходи, подстегнули эти события, конечно же, печальные-печальные очень инциденты, которые произошли в Рязани и в Иваново, которые унесли жизни людей. И сегодня у нас есть, я в анонсе тоже говорил, у всех своя правда, у газовиков есть своя правда, они не хотят отвечать за те возможные ЧП, которые могут произойти. У жильцов своя правда, они хотят нормально готовить еду и, скажем так, ну, по крайней мере, кипятить чайник. У управляющей компании, к которым обратились жильцы, тоже есть своя правда, у них есть многолетний опыт выживания в суровых условиях Якутска-Тире коммунального. И начальник управления газораспределительных сетей Акционерного общества Сахатранснефтегаз Антон Томский сегодня. И со стороны управляющей компании Центральная Иван Захаров. Доброе утро вам. И давайте все-таки по пять минут, да, на видение каждого из сторон давайте все-таки газовики. Ну, во-первых, здравствуйте, дорогие радиослушатели или телезрители, да, получается сейчас. Ну, действительно, вот проблема на сегодняшний день, ну, очень, как вот, ньюсмейкерами, да, называется, мы стали, действительно, проблема такая есть. На сегодняшний день мы можем констатировать, что 23 дома по городу Якутску отключены. Это те дома, которые, ну, у которых срок службы внутридомового газового оборудования и стекла, срок безопасной эксплуатации, так скажем, да, ну, порядка сорока лет они работают. Ну, о том, что говорить, что действительно опасный фактор, с одной стороны, да, исключили, с другой стороны, да, неминуемо возникают опять-таки другие опасные факторы. Это действительно есть. Но сегодня надо разграничить, да, то, что газ сам по себе, да, природный газ, это очень опасные взрывчатые вещества, мы с вами должны понимать. И то, что мы идем этими категорическими, да, ну, мерами, да, ну, оно вполне обоснованно, потому что неправильно говорить, что, например, вот последних событий, да, вот Сахатранс постигнулся. Нет, об этом речь идет еще с 2015 года. Ну, напомню, да, что в 2013 году вышло постановление правительства 410, где как раз-таки расписан весь, так скажем, алгоритм, да, действий, да, по обеспечению безопасности, где прописано, что дома, которые отработали, да, нормативный срок службы по внутридомовому газовому оборудованию, внутриквартирному газовому оборудованию, через 30 лет они должны проходить диагностику. Ну, что такое диагностика, да, диагностика на сегодняшний день это экспертное заключение, которое дается, да, по исследованию, да, там разные виды исследований, там и визуальные осмотры, инструментальные исследования. И сегодня они должны сказать, да, в заключение, что действительно газовое оборудование этого дома на сегодня может обеспечить безопасность или не может обеспечить безопасность. Многие люди пытаются, почему, говорят, мы, значит, платим деньги по техобслуживанию, да, и ремонту, значит, а также на аварийно-диспетчерское прикрытие, почему газовики это не делают. Ну, на сегодня у нас нет оснований, да, и права юридического проводить данный вид работы, потому что это отдельный лицензируемый вид деятельности. На сегодняшний день... Лицензируемый? Да, конечно. Там и специализированная организация должна быть, которая должна отвечать требованиям Ростехнадзора. Но, прошу прощения, до недавней поры вот по техобслуживанию, скажем, газового оборудования занимался коммунилей. Вот я как раз-таки разницу и хочу показать. Техобслуживание, да, техобслуживание, это маленько другое. Техдиагностирование, это совсем другое. Техобслуживание, в рамках техобслуживания мы сегодня берем на себя обязательства, да, по поддержанию работоспособности оборудования. Да, мы это видим на дорогах. Вы перекапываете дороги, вы круглогодично, круглосуточно обеспечиваете подачу газов. За это огромное вам спасибо. На самом деле, ребят, что такого может быть, ну, обмазали мылом, посмотрели пину. Вот за это 3,5 тысячи брать в отношении газового спецсервиса или какая там компания еще работает? Нет, я еще раз хочу подчеркнуть. Значит, вот третья часть, то, что на улицах перекапываем, это в рамках капитального ремонта и капитальных вложений, да, это имущество... Это ваше обязательство. Это наше обязательство, потому что газопроводы принадлежат нам либо на других видах права собственности, да, через МИЗа, там, подоговоры аренды, подоговоры эксплуатации, это обслуживаемое. Но внутридомовое газовое оборудование, оно сегодня не принадлежит нам. Те газопроводы, которые идут внутри, да, дома, квартиры, ну, через подъезд в квартиры, это не наш газопровод, понимаете? Мы, у нас в тарифе нет денег, чтобы нести на них затраты сегодня, понимаете разницу? И очень важно понимать, техобслуживание и техдиагностирование, это совсем разный вид деятельности. Техобслуживание мы имеем право делать, техдиагностирование мы по сегодняшним законам не имеем право делать, это должна... То есть выносить какой-то вердикт, годится или не годится, да? Да, эксперт должен сказать, что сегодня годится, и он на пять лет дает, да, вот, работы, либо он говорит, не годится, выполнится те и иные мероприятия, чтобы она годилась. Понимаете? Ну, тех условий какие-то вы даете, да? Ну, нет, дефектную ведомость вам даете. Дефектную? Да, отремонтируйте этот кусок трубы, замените вот этот кран, да, который действительно вот опасен, замените на этом месте, на этом, на этом месте, и после выполнения, да, проведения соответствующих работ, только после этого будет подключен газ. Ну, понятно, хорошо, позиция Сахатранснефтегаза понятна. Теперь, правда, управляющая компания, которая возлагают жильцы многие надежды. Иван. Добрый день. Ну, позиция какая? Действительно, законодательство меняется, законодательство меняется во всех отраслях, у энергетиков, у газовиков. Вступили эти изменения, вступили в силу они, на самом деле, уже больше трёх лет назад, и, ну, совсем активно. Диагностирование началось у нас только в этом году, да. Никто не спорит, что, да, надо проводить диагностирование, никто не спорит, что необходимо проверить для дальнейшей безопасности, как бы, и эксплуатации этих газопроводов. Но в данном случае, я считаю, тут нарушены все разумные какие-то рамки, потому что, ну, одномоментно это исполнить невозможно. То есть, изначально надо было подходить немножко по-другому, то есть, дать реальную возможность, реально исполнять свои обязательства. То есть, вот коллеги-газовики всю прошлую неделю заявляли, что вот даже по первым, там, 60 домам управляющих компаний ничего за лето не сделали, несмотря на предупреждения. Процесс, да, шел с лета же. Процесс, я могу сказать, практически все управляющие компании, кто попал в этот список в течение лета, провели эту работу. То есть, провели эти сложные собрания с жителями, с объяснениями вот этой огромной цены, которую у нас вдруг неожиданно оказалась всего единственной организацией на рынке города Якутска, которая может проводить эту экспертизу, а три на республику, их три, в городе на тот момент летом реально готова была предложить только одна, газ-эксперт-сервис. То есть, оттуда и прыгала цена, 4-4,5 тысячи на квартиру и так далее. Сейчас же снизили? Сейчас снизили, но даже тогда, несмотря на эту цену, проводили собрание, вот, ты упоминал дом Дзержинского, 8-2, согласились жители на эту цену. Мы заключили договор на проведение этой экспертизы, мы предоставили всю эту информацию газовикам, но здесь встает второй вопрос, то есть, эта экспертиза так быстро не проводится, то есть, там необходимо попасть в каждую квартиру, то есть, пока все 100% квартир не обойдешь, заключения не будет. И в этой ситуации дома, которые начали обследование еще в мае, в июне месяце, до сих пор не имеют заключения. При этом говорить о том, что работа не ведется, и давайте мы сейчас всех отключим, ну, совершенно непонятная позиция. То есть, должны были быть какие-то разумные рамки и так далее. Нет, но, Иван, как мужчина мужчину, вы же можете понять, Антон, в принципе, случись что, да? Случись что? Нет, случись что, давайте мы, опять же, если мы вернемся к этому же закону, на который газовики ссылаются, на отсутствие экспертизы и вообще окончание срока эксплуатации газопроводов, оно даже не относится к тем причинам отключения, как таковым первоочередным, то есть, аварийным и так далее, и так далее. При этом, вот здесь встает еще второй вопрос, то есть, да, 480 домов с просроченными, а все задают вопрос, а почему первые 60 попали в самые первые, да? То есть, должны... На основании... Они хуже всех, наверное. Они хуже всех, но на основании чего они хуже всех? То есть, сейчас после отключения мы, допустим, начали претензионную работу с газовиками, и вдруг выясняется, оказывается, проходило обследование, нарушений не было, найдено. Вопрос опять встает, а почему он хуже всех? То есть, нет ни одного заключения о том, что дома... Вылезайте, перебивайте, у меня всегда атмосфера такая. Да, перебивать можно, это замечательно, ну, потому что совсем несправедливо, да, вот вещи прозвучали. Давайте разграничимся. Я вот в первую очередь сразу хотел, да, на корню пресечь вот эти обвинения о том, что исследовали, все было нормально. Я говорю, на сегодняшний день мы не можем давать такие заключения, мы не имеем права. Вот коллегами путают, да, вот понятие техобслуживания и техдиагностирования. Нет, я не говорю про заключение, которое вы даете по обследованию. То есть, вы должны были дать заключение, почему именно эти дома самые аварийные. Какая коллега используется, да, право перебивать? Ну, замечательно, но я тоже могу перебивать. Я скажу, что, значит, первые сообщения, уведомления, да, о том, что, значит, необходимо провести такую работу, были в июле месяце. Это все письменами подтверждено. Значит, на сегодняшний день, да, вот, допустим, по уже центральной, вот сколько, вот пять уведомлений уже у них на руках. Они первые датируются с июля 15-го года. И как мы должны реагировать? Мы еще летом, да, вот я в мае был назначен на эту должность. По-моему, в июле всех управляющих компаний собирали и говорили, господа, давайте начинайте работать. Мы вечно, да, держать низкие вот такие необоснованные риски не можем. Я хочу подчеркнуть, что было отмечено, что с мая месяца ведется такая работа. Но, по моей информации, да, вот, до лета было порядка, ну, не больше десяти. На сегодняшний день, да, на руках экспертных организаций, я с ними проводил, да, веду такой мониторинг, 16 договоров всего. Из 482 домов только 16 договоров. И по которому только по одному и есть заключение. Вот как нам действовать? Мы сегодня, как единственная организация, да, которую вы отметили, не имеем ни морального, ни юридического права нести такие риски о жизни и здоровье. Если управляющие компании не работать, мы будем подходить очень жестко. Ну, понятен подход газовиков. Давайте мы дальнейшие аспекты обсудим сразу после рекламной паузы, которая неизбежна, как корона царя Соломона, да. И мы продолжаем наш эфир, что же делать тем жильцам 480 домов, которые в ближайшее время могут, могут быть отключены на случай, если не придут к какому-то общему знаменателю, произойти отключение газа. И людям просто будет не на чем готовить еду, последуют дальнейшие очень, скажем так, нежелательные события, вроде подключения и китайского ширпотребного газового оборудования, что хуже всего, да, и переналадка, скажем так, существующих электрических сетей. Я тут признаю свою ошибку, поскольку я человек все-таки не сильно приближен к технике, все-таки диагностирование это не обмазывание пеной стыков соединений, да, это тонкая работа с толщинометрами и так далее, и так далее. Вот как измеряют толщину ЛКП на автомобиле? Вот примерно по такому же методу осуществляется... Да, много методов. Метод неразрушающего контроля называется. Неразрушающего контроля. Все-таки это, в принципе, ну, условия Хикутска, где транспортная составляющая очень-очень, скажем так, высокая со времен царя Гороха, в принципе, могут быть такие это. Но есть конкуренция. Вот Иван говорит, выходит с предложениями уже представителей Кирова, Иркутска, которые более гуманные, скажем так, цены предлагают. Вот здесь и встает вопрос, почему тут необходимо было делать это все в таком авральном порядке. На самом деле, если исходить вообще из этого постановления, самым первым шагом должен был быть утвержденный тариф. И он прописан. И он прописан в распоряжении, в постановлении правительства, что надо РЭКу разработать методику для тарифа. Мы же пошли совершенно наоборот. То есть мы сначала загнали жителей и управляющих компанией в угол. То есть вот вам единственная организация, вот вам сроки, или мы всех отключим. Все. И первый, единственный тариф появился 2 ноября. А 9-го мы уже отключили дома. Первый тариф, утвержденный городской администрацией, появился 2 ноября. Специально для таких домов? Он конкретно утверждает предельную стоимость проведения технического диагностирования внутри квартиры для муниципальных квартир. Я про электроэнергию говорю? Нет, это по обследованию газа. Именно. То есть вот. А уже с тарифом можно было двигаться дальше. Можно было проводить там совместные конкурсы. То есть разбить это на программу 480 домов. Соответственно, да, ее в один год не сделаешь никаким образом. То есть это разбить на 2-3 года. Как единую программу и от нее идти работать. Но с реальными сроками. То есть мы готовы работать, и мы это делаем. Пока вопрос не прозвучало, можно я ответить, а то забудется. Значит, вот насчет тарифа, да, вот то, что тариф мешал, здесь не согласен. Это нерегулируемый вид деятельности. Это свободный рынок. И каждому дому я вот сегодня, как технар, не вижу, да, как будет эта методика разрабатываться. Вот то, что говорят, есть, да, вот тарифы. Ну, не уверен, есть замечательно, да, будет какой-то ориентир, да, ориентироваться. Но изначально оно не мешало. Каждому дому делается дефектная ведомость. И согласно протяженности, количеству квартир, это регулируемый вид деятельности. Вы размещаете на конкурс, заявились, выиграли. Хорошо, приходят и делают. Нет никакого сегодня требования, что именно по техдиагностированию должен быть тариф. Это для работы не мешало. Напомню, с 2015 года мы начали ведомительную работу. В этом году, вот, с февраля, потом, по-моему, в мае, потом в июне, в августе. Вот эти оповестительные работы пришли. То есть, вот этот тариф, который, ты говоришь, со 2 ноября появился, он будет основой для деятельности тех же диагностирующих компаний? То есть мы хотя бы можем чем-то объяснить жителям, откуда берется эта сумма? А вот здесь с коллегой совершенно не согласен, не является основанием. Попробуйте объяснить цену единственного монополиста ГАЗ-эксперт-сервис за то, что за 4,5 тысячи ему придут в квартиру на полчаса и напишут заключение. Что ФАС говорит вообще по этому поводу? Я что-то вот очень раза два от вас слышал и раза два от вас слышал, что ситуация, можно сказать, монополистическая. ФАС в данном случае этот тариф действительно не подвергается регулированию. Но когда сейчас ситуация стала решаться, вот сейчас в октябре, в ноябре идет массовое обращение других организаций, идут из других городов. То есть вот сейчас появляется конкурентная база, когда мы можем заключать договора по приемлемой для жителей цене. Когда утвержден тариф, когда мы можем двигаться, и в этот момент совершенно неожиданно газовики начинают все отключать. Еще раз я напомню, что даже по вашему собственному постановлению правительства это не является... Антон, пусть закончат потом. Да, я говорю, что даже по собственному вашему постановлению это не является таким совершенным основанием для отключения газа. Если исходить из этого принципа, ну давайте будем двигаться дальше, у нас проводка изношена, свет отключим, да. У нас водозабор изработал себя, не может давать нормативную воду. Воду давайте отключим. Если в конце концов вернуться к самим газовикам, то внутриквартальные сети изношены точно так же с 60-х годов постройки. Давайте мы отключим внутриквартальные сети, давайте сначала вы на себя посмотрите. Ну а к ним-то хоть доступить абсолютно свободно, и они могут... Нет, они в земле закопаны. Вот я и говорю, ну по крайней мере, они имеют право... Они же тоже закончатся срок эксплуатации. Теперь, Антон, вот... По тем распределительным сетям, да, на сегодня тариф утверждается, в рамках которого предусматриваются источники. Да, средства на капитальный ремонт, в рамках которого мы делаем. То, что мы не делаем этот ремонт, неправда. Вы сами сказали, что здесь копаем, там копаем. Конечно. Не выкопав, да, ремонт сделать невозможно. А по части того, что вот сейчас начали отключать, когда вот тариф утверден, абсолютно не согласен. Уведомительная работа шла еще с 15-го года. Мы с 15-го года управляющим компанией говорили, давайте, ребята, начинайте работать. Потому что мы вынуждены будем иначе принять категоричные меры, чего не было сделано. Вот коллега сам подтверждает, что сейчас в октябре только утвержден тариф, который я не согласен, что этот тариф был сделан таким очагом, который, дождавшись которого, да, можно было это работать. Эту работу можно было делать еще в 15-м году. Но составили дефектные, да, оценили, ну, конкурс провели, кто-то выиграл, вы же знаете, по какой стоимости. Вот потом уже надо было начать искать механизмы, да, какой финансированный. От жителей, значит, не знаю еще какие источники, но поймите. Стоп, вот здесь есть возможность использовать кристалл? Я не вижу, я как газовик не знаю. Вот то, что не знаю, я отсюда лезть и комментировать не буду, но насколько я понимаю, да, когда речь встанет о ремонте, понимаете, потому что диагностика скажет, что в таких-то домах необходимо провести ремонт. А где вот этот механизм, где вот эти источники изыскивать? Жителей, вот там стоимость работы, извините меня, будет выше, наверное, в разы, чем диагностика. Вот здесь как раз-таки на разных уровнях и надо решать вопрос, да, какие источники будут. Вот здесь я могу добавить, мы с водом капремонта отрабатывали этот вопрос, и на самом деле у них заложены средства на ремонт газового оборудования, только они не могут тратить их на диагностику. И один из домов, отключенных у нас стоит на капремонт в следующем году, и там уже есть сумма на ремонт, там порядка 300 тысяч, 250-300. Хорошо, Иван, смотри, ситуация такая, вот Ярославска, прошлый год, да, все лето сидело без газа, ну, поскольку велись работы. Народ, понимающий, очень к этому отнесся, там, лето там, кто на дачах и так далее. Тут просто срослась такая, сошлись планеты таким образом. В ноябрь, ёхарная баба наступает, а тут еще в квартире нет газа. Может, все-таки ближе, скажем так, к теплу не надо было, нельзя было потерпеть. Вот я вам скажу, как раз-таки, когда начали с начала года, да, вот работу, когда собирали управляющие компании в один голос, вот видели, когда я их собирал, главные инженеры, на уровне главные инженеры, да, собирались, все сказали, дайте нам время, дайте нам месяц, чтобы с населением провести работу, и месяц на заключение договора. Мы сказали, хорошо, потом город нам сказал, дайте отсрочку на 45 дней. Хорошо, мы дали, но речь-то идет о пищеприготовлении. Летом-то все равно такой же ажиотаж вышел, тем более на кону, значит, выборов, на кону игр, дети Азии, да, понимаете? Нас попросили отсрочку, мы отсрочку дали, но сегодня мы реальных движений не видим. Понимаете, 16 договоров по городу Якутии. Кто попросил отсрочку? Управляющие компании в один голос утвердили, когда мы их собирали. Вставали, по одному говорили, дайте нам два месяца. А сверху кто-то... Ну, чего здесь даже интересно, я, например, не знаю даже о том, что вы нас собирали в управляющей компании, во-первых, а во-вторых, вы много раз говорите, никто ничего не сделал. Я уже изначально говорю, мы сделали, мы провели собрание, мы заключили договор на техническое обследование. Когда? Когда собрание? Это в августе было. Собрание было в августе, да. А первый сигнал получили в июле 16-го года, 15-го года спрашивается, почему целый голос ждал. А вот здесь опять, возвращаясь к работе у ГРС, первое уведомление, вы так смело говорите, мне вручили моей управляющей компанией 8-го ноября. До этого ваши работники все уведомления отправляли в прежнюю управляющую компанию, которая два года на этом доме не работает. Вот первое уведомление под Дзержинского 8-2, врученное нам, вручено 8-го ноября. И вот дальше есть исследования... Вот здесь коллега как раз таки апеллирует теми фактами, которые мы сейчас проверить не можем, понимаете? Условно взял, зарубил, мы проверить не можем, и как будто это истинно. Вы можете до среды проверить, да? Я напоминаю, что в среду состоится большой эффект. Я готов за свои слова и в среду ответить, потому что даже в ваших этих... Я допускаю, что могут быть какие-то, но когда общие собрания делали, мы же вас приглашали, всех приглашали, все были приглашены, и все управляющие компании, которые были заинтересованы, которые поняли, что здесь действительно надо... Те подошли, вот спрашиваются, почему тогда не подходили, не смотрели. На уровне города несколько раз совещались. Не поверю, что вы не знали такие требования, да и не знание законов не освобождает от ответственности, понимаете? Нет, ребят, давайте на самом деле, как говорил Котлеополь, жить дружно. Мы живем в одном городе. Я не удивлюсь, если наши дети входят в одну и ту же школу, и так далее, и так далее. Поэтому здесь нужна, я так думаю, очень большая согласительная работа с участием всех, и общественности, и управляющих компаний, и города, и газовиков, которые представляют промышленность в суббеке. Поскольку реально на кону же здоровье людское, и так далее, и так далее. Но все-таки тут я с Антоном согласен в плане того, что риск подрыла, скажем, 200 килограммов тротилов в квартире каждой, с риском пожара, если сравнивать, то люди, конечно же, выберут меньше. Давайте мы отложим, скажем так, мы поняли, вернее, услышали, скажем так, основные ключевые претензии друг к другу, и давайте на среду до эфира программы «Один из нас», а у нас в квартире «Газ» будет называться, оставим вот эти вот разбирательства. И все-таки я призываю всех участников данного, я не говорю конфликта, спора, дискуссии, да, возможно, отнести друг к другу. Я вот вчера меня гаишники поймали, да, я говорю, да, ребят, мы же призываем всегда уважительно друг к другу относиться. Так что давайте до среды, все вот эти рабочие точки мы наметили, и сегодня состоится еще эфир нашего коллеги Олега Желнина, который проживает, кстати, на 8 дробь 2, Антон Михайлович. Это я просто так, информирование ради. Увидимся ровно через неделю в программе «Якутск. Сегодня». С вами был Дмитрий Агунов, начальник управления газораспределенности Антон Томский и управляющая компанией «Центральная» Иван Захаров. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»